Здравствуйте, еще раз. Буду быстро, кратко, конкретно, потом можем поговорить, созвониться, списаться, все что угодно. Меня зовут Ольга, я представляю исследовательскую компанию ГФК. Мы настолько узкопрофилированы на финансах. Собственно, компания занимается любыми исследованиями, любых сфер, но я, в частности, занимаюсь исследованиями, которые относятся к направлению бизнеса и финансов. И основная область моей деятельности все-таки это качественные сферы. Конечно, есть владение методологией количественных, но профиль есть свой. Что сегодня, о чем сегодня поговорим, во что сегодня посвящимся немножко. Во-первых, как выбираются финансовые организации, на какие параметры, прежде всего, обращать внимание клиентов. Второе, диджитал банкинг, какие тенденции, какие перспективы. Третье, прогноз вообще в отношении финансовых организаций, на что будут люди смотреть в большей степени, по каким параметрам, в принципе, в будущем компании будут выбираться. Итак, начнем. В первую очередь, хотелось бы немножко сказать о восприятии финансовых организаций в целом. Хочу учесть, что мы говорим о всей России, о разных руках людей. То есть, понятно, что мнения могут парироваться. В первую очередь, это отсутствие равнозначных отношений. Мы до сих пор входим в любую финансовую организацию, как в организацию, в которой мы должны. То есть, у нас нет равноправия, что если я что-то даю, то и мне, значит, что-то должны. Следующее, гнетущее обязательство. Прежде всего, это, конечно, касается кредитных историй, да, что раз ты берешь деньги, ты попадаешь в кабалу, и вообще, как из этого вымутаться, это практически нереально. Но при этом хочется все равно отметить, что все финансовые организации являются экспертами для потребителей. Кому мы все равно будем доверять свои деньги, кому мы будем доверять брусовые средства, у кого мы в первую очередь спросим. Все равно мы пойдем в финансовую организацию. Что же надо, как, в общем-то, да, как, в общем-то, потребители выбирают банки? В первую очередь, надежный банк. Как вы видите, вот это данные, сравнение весны и осени 2014 года. Осень 2014 года, это был уже результат, ну, когда уже начались какие-то подвижки в нашей экономической ситуации. Но это объективный, в общем-то, понятный показатель, да, что в силу кризиса, в силу того, что отзываются лицензии, люди хотят в первую очередь доверяться тем структурам, которые будут завтра, будут послезавтра, и с которыми ничего не случится. Не будем все обсуждать, конечно, но хочу отметить большое количество отделений. Тоже понятно, мы экономим время, мы хотим быстро получить то, что нам хочется. Ну, и, как вы видите, растут, в общем-то, необходимости в тех банках, с которыми легко связаться, с которыми хорошие сервисные службы, да, как уже отмечалось сегодня. Но, опять же, удобство и быстрота коммуникации, с которыми происходит. Что касаемо источников информации, где же брать эту информацию, да, о структурах, о финансовых? Ну, как уже упоминалось в начале нашей сегодняшней сессии, люди становятся образованными, да, люди становятся, иногда мы употребляем слово мнимыми профессионалами, да, в какой-либо области, и обращаются в качестве источника информации, в первую очередь это интернет-сайты, это интернет-порталы, которые освещают деятельность вообще банковской всей отрасли. Родственники-друзья, ну, это, в общем-то, стандартная ситуация, это опыт близких людей, которым ты доверяешь и которым ты веришь. Ну, собственно, интернет-форум, да, вот тоже мы видим некий рост, тоже говорит нам о том, что все, что касается онлайна, да, все это пользуется популярностью и все больше и больше вызывает доверие. Вот мы воспользовались услугами, собственно, компании Яндекс, относительно того, все же, это данные марта этого года, да, все же, что интересует россиян о банках, какие запросы делаются относительно банков. В первую очередь мы видим информацию о кредитах, больше всего информации. Много очень запросов, связанных с кредитами, без справок, без поручителей, без вообще, без взноса, вот просто прийти, взять и уйти, да, то есть, ну, это тоже понятно. Ну, да, то уже с деньгами, да. Курс валют, понятная тоже ситуация текущая, но еще и люди начинают интересоваться курсами валют не только на сегодняшний день, но и на завтрашний, да, то есть люди заглядывают в будущее, люди хотят понимать вообще, как им жить, как им ориентироваться в этом мире. Банкротство банков, ну, тоже понятная ситуация в связи с последними новостями, событиями, экономикой и, собственно, вклады, ну, тоже, о чем мы говорили, да, в связи с тем, что, в общем-то, проценты повышаются, люди вот хотят нести деньги, да, хотят заработать, хотят получить деньги просто так, фактически. Что касаемо вот мобильных платежей, мобильных оплат, да, у всяких мобильных банков, мы говорим о том, что большинство, ну, не большинство людей, но мнение людей улучшается об этом, да, об этой сфере. Люди говорят, что это быстро, что это эффективно, что это очень удобно и что это очень просто. Естественно, мы понимаем, что таких людей, ну, как видите, нельзя говорить о том, что это прям тенденция, которую можно распространить на все население, на все активное население, да, то есть понятное дело, что все равно это люди, которые умеют пользоваться интернетом, у которых он в доступе, которые всегда, везде легко пользуются онлайн-средой. Здесь вы можете увидеть, какие категории товаров, в общем-то, приобретаются через мобильные платежи. Вот и видно, собственно, вот четвертая позиция, это все финансовые, в общем-то, платежи, какие-то открытия вкладов, там, закрытия вкладов, да, то есть все-таки люди вот уходят и в этой отрасли, помимо покупки одежды, да, помимо покупки всяких гаджетов и игрушек, то есть и область финансов, она тоже уходит онлайн, она тоже, то есть потребители тоже стремятся к тому, чтобы большинство своих действий выполнять онлайн, никуда не ходить, ни с кем, в общем-то, не общаться, ну, в общем, таким образом мы подтверждаем все вышесказное сегодня. Что же, да, здесь мы можем видеть, что все, вот, что касаемо интернета, онлайна, смс, мобильного банка, вот эти все параметры все растут. Опять же подтверждаем то, что люди идут в онлайн, да, что люди не хотят ходить в отделение, не хотят тратить время, люди не хотят заворачиваться, да, какими-то, в общем-то, сложностями, общениями, недопониманиями с сотрудниками банков, да, людям проще самому все сделать, сойти, никуда не ходить, легко, дома на диване, в общем-то, но при этом совершив какое-то действие. При этом мы можем говорить о том, что все равно наиболее используемыми платформами в России остаются Яндекс, WebMoney и Kiwi. Ну, здесь вы видите, что также вот Сбербанк онлайн тоже попал в четверку тех платформ, да, с помощью которых осуществляются онлайн-платежи, всякие мобильные платежи. Что касаемо структуры, ну, несмотря на то, что мы говорим, смотрите, мы говорим о том, что онлайн растет, все любят там смс-банкинг, да, там все интернет-банками пользуются, но несмотря на это, независимо от поколения, независимо от возраста, каких-то предпочтений, все равно наличные деньги – это наше все. Все равно доля людей, которые пользуются наличными, которые идут в банк для того, чтобы снять деньги, она, конечно, большая, и в ближайшие, там, не знаю, два-три года она вряд ли значительно будет меняться. Так, и я быстро, в общем-то, чего хочется в будущем, да, что хотелось бы, в общем-то, людям получать от организации, да, в какую финансовую структуру пойдет будущий потребитель. Ну, во-первых, хочется равноправия, да, хочется равноправных отношений, когда не надо ни с кем ругаться, когда на твои просьбы реагируют, когда ты названиваешься по 10 часов в сервисные службы, когда вообще никаких проблем не существует. Это, конечно, ну, такой идеальный вариант, но он желаемый. Вот далее вы видите вот шесть основных трендов, это тренды, присущие потребителю, не касаемо области, да, не касаемо сферы, это то, ну, как мы живем, чем, что нами движет, какие ценности у нас в текущее время, и которые будут только усиливаться, ну, со временем, да, то есть там с годом, с двумя годами. Соответственно, финансовые структуры тоже, ну, должны попробовать, да, подстроиться под эти тренды потребительские, да, чтобы привлечь новых, поддержать старых клиентов. В первую очередь это делегирование задач. Ну, это все весь интернет, о чем мы говорили, весь онлайн, да, то есть не хочется ничего делать, самому ни с кем общаться, никуда идти не хочется, хочется, чтобы за меня все сделали. Очень хорошо, ну, у нас потребители приводят всегда примеры, это все автоплатежи, вот это вот, смотри, господи, так отлично, за мобильный телефон я не думаю, про АЖКХ-услуги я не думаю, ни о чем я не думаю, вот я все все подключила, это будет чудесно. Такой следующий тренд это социальная ответственность, то есть в принципе люди хотят слышать, что на них не только зарабатывают, но те средства, которые они принесут в финансовую организацию, они пойдут в пользу, то есть они будут являться в пользу для каких-то третьих мать. Персонализация, ну, это все известно, это наш общий бум, это всевозможные, мы приводим примеры всегда, это всевозможные наши селфи, да, бесконечные, там фотографирование себя везде. То же самое касается финансовых структур, то есть хочется чего-то личного, хочется чего-то, что будет говорить, что это вот лично мое, да, то есть может быть лично мой пакет услуг, может быть лично моя карта, не знаю, лично мое оформление кабинета своего, да, то есть ну все что угодно. Время, новый навык. Здесь мы говорим о том, что, опять же, экономим время, хочется все быстро. Когда мы, вот, собственно, подготовкой презентации, моя коллега села и решила взять онлайн-кредит. Ей за минуту 47 отказали, в общем-то, в выдаче кредита. Вот, то есть это очень удобно, да, то есть это онлайн-кредит. Она просто указала, чем занимается, делала презентацию. Наверное, да, может быть, может быть, она сферу своей деятельности, она указала. То есть вот хочется вот этой скорости, хочется этой быстроты, и, собственно, этому их будут также способствовать все системы, вот NFC, да, PayPass, то есть вот это все хочется использовать, чтобы, ну, в общем, не делать каких-то лишних движений. В последнее время очень много разговоров про киберзащиту. Хочется сохранять свои личные персональные данные при себе, чтобы они не попадали никаким третьим лицам. Опять же, это область для размышлений, да, то есть как можно убедить своего клиента, что его данные будут защищены в любом случае. Ну и последнее, это последняя такая волна последних времен, но она, в принципе, прослеживается, и мы считаем, что она будет в этом же уровне находиться, но и усиливаться. Это патриотизм, да, то есть это любовь к Родине. Не будем говорить про государство, мы будем говорить про Родину, да. То есть это проявление вот этой вот, собственно, любви и финансовыми структурами, это реальные примеры уже существующие, как это может финансовая, как финансовая структура может, собственно, это поспособствовать. Вот, собственно, я быстра, я готова ответить на вопросы, какие-то комментарии можно. Сейчас можем сэкономить время, потом, как вам, как удобно. Спасибо большое. Видимо, вопросы будут в кулуарах. Я слово Марии предоставляю. Мария Любимова, компания Маграм Несёч. У вас также 10 минут. Я уже думаю, что зрители, ну, там, в том конце зала понимают, если я встаю, это значит уже все время вышло, я начал сначала показывать, а потом просто отключаем результат. Все быстро, точно так же. Я продолжаю серию выступлений коллег-ресёчеров про потребителей. Я сделаю акцент на сегментацию, так звучала тема моего доклада. Мы с этого все не начали, о том, кто как делит наших любимых клиентов, кто какие параметры это закладывает. Вот я расскажу о том, как это делаем мы, ну, и не только мы. Три слова. Поскольку мы делаем это по результатам исследований, нужно сказать про методологию. Это онлайн-опрос проводится два раза в год. Мы опрашиваем только пользователей банковских услуг. Это важный момент. Обращаю внимание. Большая выборка, 4 тысячи почти 800 человек, города 500 тысяч плюс. Ну, первый вопрос, да, о структуре пользования банковскими услугами. В принципе, тут, наверное, никаких сюрпризов, но это данный декабря прошлого года, то есть такой самый пик всех наших волнений. Спрос сместился в сберегательные продукты, да, мы видим вкладчиков появилось, потенциальных, много тех, кто в следующем году хочет открыть вклады. Это ипотечные карты кредита, те, кто хотели вложить деньги, и стали пользоваться вдруг спросом инвест-продукты, которые, потенциальным спросом, которые никогда особо никого не интересовали, поскольку продукты сложные и требуют высокого уровня финансовой грамотности. О том, как выбирают банк, да, только что коллега из ГФК говорила, да, абсолютно точно такой же тренд, просто более яркие акценты, поскольку это пользователи банковских услуг. Важный момент, надежный банк. Что такое для потребителя надежный банк? Потому что, естественно, это такая субъективная очень категория, ее все по-своему понимают. Ну, плохая новость, что это банк с госучастием, но важно отметить, что вот этот шорт-лист банковских с госучастием для каждого человека свой, для каждого потребителя. Он может отличаться от реальности, и поэтому это тоже может быть заложено так или иначе, завуалировано в вашу коммуникационную компанию. Да, крупный банк, который советуют, у которого есть хорошие отзывы, да, именно поэтому мы следим за тем, что про нас пишут в Фейсбуке и ВКонтакте, держим целую команду, которая 24 часа в сутки отвечает на все эти обращения или не отвечает, как мы сегодня слышали. Это важный момент, на это правда обращает внимание. И финансовые рейтинги, тот, кто, опять же, уже более глубоко погружается. Также я выделила те моменты, на которые мы с вами можем повлиять в своей повседневной работе, потому что понятно, что ассортимент услуг и условия их предоставления, они зависят не только от нас, там зависят от регулятора, от конъюнктуры рынка и так далее. Что касается оперативности обслуживания, что касается компетентности сотрудников, что касается удобства пользования мобильными каналами, мы на все это можем повлиять, если не маркетологи, то коллеги и маркетологи. И это все очень важно для предприятий. Они действительно обращают на это внимание, когда они выбирают ту или иную финансовую организацию, того или иную финансовую партнерную. Как выбирают основной банк? Потому что понятно, что сегодня 82% населения охвачено финансовыми услугами. Практически все взрослые люди так или иначе сталкиваются с финансовыми организациями. Как стать вот этой единственной финансовой организацией? Мы конкурируем фактически с несколькими карточками в кошельке. Как? Ну, естественно, работать с зарплатниками. Никто как карточники не создают вот этот вот поток транзакций, поток дополнительных услуг ни вкладчики, ни заемщики, как вы видите, они внизу у нас все. Именно карточники, особенно зарплатники. Ну и опять же коммуникация. Надежный, стабильный, крупный банк. Закладываем это в свои все-все-все материалы. Удобные опять онлайн-сервисы, то есть ничего особенного. Все то, что мы можем сделать своими руками, чтобы создать в голове образ вот этого основного банка, с которым я хочу взаимодействовать как можно больше. Российские потребители довольно лояльны. Для 65% основной банк, он его не меняет. Все, вот он у него как когда-то появился, он его и не меняет. Они не скачут между банками. И опять же уровень лояльности, да, 80% удовлетворенные и практически только же посоветуют свой банк коллегам. А как мы видели только что, советы друзей и родственников, это важный фактор при выборе финансового партнера. То есть вывод, да, работаем, то, о чем сегодня говорил Райф Файзенбанн, да, работаем со своим клиентом, он нам генерит много всего полезного, в том числе и финансовую прибыль. Ну и наконец, к сегментации, да, когда мы задали все эти вопросы, да, зачем мы просто так, что и задавали, ну, как бы, наверное, ничего такого, особенно, мы делим нашу клиентскую базу, да, в данном случае мы показали среднюю сегментацию по пользователям банковских услуг. Я сразу говорю, что у каждого банка могут быть свои особенности, потому что, естественно, целевая аудитория у всех своя. Условно вот эти все группы можно разделить на те, кто склонны...